Воздушный крестный ход совершен самолетом военно-транспортной авиации по маршруту Петербург-Новосибирск-Москва. Мероприятие приурочили к 1025-летию со дня крещения Руси и столетию со дня рождения первого трижды Героя Советского Союза, летчика АСА Александра Покрышкина. О героическом летчике и молитвенном перелете наши петербургские корреспонденты узнали у снахи Александра Ивановича Светланы Борисовны Покрышкиной. 59 воздушных побед. Блокегульфы, Хейнкеля, Мессершмихте, Юнкерсы, Дорнье. Германские самолеты всех типов встречал в полете Покрышкина. Настигал, сбивал, жег. Забыв прошлое, мы не будем иметь будущего. Многие годы вообще у нас было из учебников истории. Просто выхвачен период Великой Отечественной, там три абзаца на всю Великую Отечественную войну. О каких персоналях может идти речь? Только, например, я вообще убеждена, что чем больше еще визуализации образов, действ вокруг образа. Сегодня мы находимся на маршруте крестного хода. Этот крестный ход с иконами, в первую очередь Александра Невского, связь уже идет того поколения с нынешним. Потому что Александр Иванович, несмотря на то, что его уже с нами нету, но это уже нынешнее поколение, это продолжение дела Александра Невского. Это вот та наша Русь, богатая ратным подвигом, которая продолжается по-другому, в других видах военного мастерства. Но она продолжается. На нас, как на семье, лежит, безусловно, определенная и историческая ответственность перед, скорее, его именем, что ли. Александра Ивановича Покрышкина, первого и единственного во время войны, трижды героя Советского Союза, летчика, истребителя. В целом, его личность, она не только этим ограничивается, ведь он создал абсолютно простую и уникальную тактику ведения воздушного боя. И в 43-м году его тактику ведения воздушного боя взяли на вооружение все наши ВВС. И третья его ипостась, если можно сказать, он был замечательным воспитателем-педагогом. Он взрастил 30 героев, и из них 6 дважды героев Советского Союза. Это его питомцы, это его воспитанники. Когда они были живы, мы лично слышали их слова благодарности, что под его руководством. С учетом того, что этот год, 13-й год, это год столетия со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина, под нами предпринята такая акция перевести икону Александра Невского, тем более в этом году еще и 300-летие Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге. Нами задуман уже был год назад этот проект перевести на родину Александра Ивановича икону для поклонения прихожан на родине его. Он родился в Новосибирске. То есть он родился в день иконы Богородицы «Благодатное небо». Вот оно и было благодатным для него все время. Субтитры создавал DimaTorzok